Годы учебы, потраченные сотни тысяч рублей, надежды и планы на будущее. А если все это? Зря. Теперь этим вопросом задаются студенты Феодосийской финансово-экономической академии. ВУЗ не получил лицензии на обучение студентов, и теперь более 500 молодых людей не знают, получат ли они свои дипломы. Но проблема гораздо шире. Лицензии на предоставление образовательных услуг должны иметь не только высшие учебные заведения, но и детские сады. Правда, многие из них реализуют учебную программу без необходимых документов. В проблеме разбиралась Александра Карнович. Сочетала быть следователем, училась на «хорошо» и «отлично». Ангелина Коваленко три года осваивала респруденцию Феодосийской финансово-экономической академии. И все бы хорошо, но первые тревожные звоночки появились, когда в начале учебного года студентов сразу отправили на практику, под предлогом того, что в УЗИ не успели закончить ремонт. Через месяц пары возобновились и казалось, что все как обычно. Лекции, семинары, домашние задания. Мечтали с одногруппниками о выпускном, планировали. И просто в один момент это все разрушилось. Это потраченные деньги за все четыре года. Это потраченное время, нервы. Ну, все просто в один момент этого всего не стало. И мы не знаем, что нам делать, куда нам обращаться. 20 ноября в академии провели собрание. На нем студенты впервые услышали о том, что у ВУЗа закончилась лицензия. Он набрал первокурсников, он брал с нас деньги. Мы заплатили за обучение. Лично я заплатила за год вперед. Нас никто не предупредил, что этого не нужно делать. Еще 26 ноября нам дали заявление о отчислении. То есть с нами хотели расторгнуть договор в одностороннем порядке по нашему желанию. То есть якобы академия здесь ни при чем. Сейчас в академии числится больше 500 студентов на заочной и очной формах обучения. В структуре Феодосийской финансовой и экономической академии три факультета, 9 кафедр и 5 научных лабораторий. Стоимость обучения здесь варьируется от 70 тысяч рублей, например, за респуденцию, до 45 тысяч рублей. Первое, что увидишь при входе в учебное заведение – стена из дипломов и наград. Студенты вели активную общественную жизнь, участвовали и побеждали в разных всероссийских конкурсах. Но если раньше в коридорах они собирались, чтобы обсудить очередное мероприятие, теперь на повестке дня вопросы совершенно другого характера. Большая академия разница и нас нет в, как я поняла, реестре. И сроки уже все истекли. Вот я узнавала, у ВУЗа сказали, что три месяца переводной период. Он у нас уже закончился, потому что лицензии мы решили с 31 августа. Никто об этом не сказал. Все уже поздно. И не предоставляют ВУЗы для перевода. Задаем все эти вопросы ректору. Говорит, что к закрытию ВУЗа не готовится. Наоборот, в здании все лето шел ремонт. Вот у нас сейчас четыре таких санузла. С горячей водой, полностью в европейском стандарте, со свежителями. Ну, чтобы, как пример, гляньте, что здесь было. Это предыдущее. Это шесть месяцев работы, чтобы было понимание. Холод, ну вот, из того, что было. Ремонт ремонтом, но студентам сейчас точно не до него. Академия работала по лицензии украинского образца. Срок действия до 31 августа 2018 года. Процедура, еще раз говорю, судя по всему, более длительная, чем она есть. Все студенты у нас являются легальными студентами. Все поступали до 1 сентября, когда остановилось действие 307-го ФЗ закона. Но на сегодняшний день ни положительного ответа на значение нам выездной комиссии с целью оценки ВУЗа, ну, соответствия ВУЗа, лицензионным требованием. Ни отрицательного ответа о том, что нельзя, запрещено. А по факту у руководства академии было 4 года, чтобы получить российскую лицензию и обучать студентов по законам нашей страны. Они нарушили закон, они не выполнили то, что заведомо знали. Никто не минобраз, никто не может им помочь в этом вопросе, потому что на сегодняшний день закон уже не работает, тот, который был на переходной период у нас. И они об этом хорошо знали. Я даже не знаю, как им можно помочь. Им можно через суд вернуть всем деньги и получать лицензию, начинать заново образовательную деятельность. Чтобы не остаться без денег и времени, абитуриентам нужно учитывать целый ряд факторов. История, репутация ВУЗа, научно-техническая база только в библиотеке должно быть не меньше миллиона разных томов и изданий. Ну и, конечно, юридические аспекты. Лицензия – это документ, который дает право ВУЗу вообще вести образовательную деятельность, автоаккредитация, выдавать соответствующие документы об уровнях образования. Вот эти документы нужно проверить на сайте Рособорнадзора. Лицензию на образование должны иметь не только ВУЗы, школы, центры развития. Но в реальности она есть далеко не у всех. Район Леси-Украинки, частный детский сад. Мы пришли сюда под видом родителей, которым нужно найти хорошее дошкольное учреждение для своего ребенка. Здесь нам открыто говорят, что лицензии на обучение малышей у них нет. Занятия какие-то есть? Занятия, рисование, лепка, все, в принципе, мелкомоторика, рук Монтесари, художницы. Чтение это отдельно уже, это отдельно. У нас, так сказать, нет такого, это не учреждение по подготовке. Можно нанять репетитора по английскому, который будет персонально заниматься с ребенком. Цена одного такого занятия – 1000 рублей. На медкнижке на персонал же есть? Есть, на всех, конечно, да. То есть у нас здесь на месте. По инстанциям все проходили, только была у нас. Сейчас только продлила. Сейчас я вам покажу. Вот 11, 2, 2. Бежу. Только продлила. Едем дальше. Другой частный детский сад. На этот раз в районе Московского кольца. Здесь разговор начинается только после обсуждения денежных вопросов. Если задержался в дороге, то в 5 минут седьмого начнет действовать трафик. И это время придется оплачивать дополнительно. Как найти администрацию, объяснять не стали. Дали номер телефона, который в течение дня не отвечал. На руках у воспитателя не было никаких документов, даже медицинских книжек. Если организация не имеет лицензии, она обязана осуществлять только уход и присмотр. Тогда, если родители заключают договор при поступлении в такое учреждение, то они должны понимать, что программа там образовательная реализовываться не будет. Все необходимые документы нам показали в государственном дошкольном учреждении на улице Тургенева. Это в первую очередь лицензия на предоставление услуг по образованию. У нас еще есть лицензия на дополнительные услуги по образованию. Конечно же, это устав, зарегистрированный по всем нормам в налоговой инспекции. Государственные учреждения дошкольного образования всегда контролируют надзорные органы. Такие как Роспотребнадзор, такие как Рособорнадзор. Когда есть все необходимые документы, за детьми можно не только ухаживать и присматривать, но и заниматься их развитием и осваивать программу дошкольного образования. Именно тогда в игровой форме педагоги знакомят малышей с окружающим миром, формируют математические навыки, правописание и развивают физически. Образовательная деятельность без лицензии – история незаконная. И с делами таких учреждений разбираться будут уже непосредственно надзорные органы. Редактор субтитров А.Семкин